На этой неделе коммерческие банки Грузии приняли решение о новых льготах для должников. Ранее уже были отсрочены выплаты по кредитам на три месяца. В целом, в рамках антикризисного плана помощи населению реализуется несколько программ для сельского хозяйства, туризма, а также для безработных и социально незащищенных граждан. Но, как утверждают экономисты, это не самое лучшее решение, так как часть населения не попала ни в одну категорию и оказалась без какой-либо помощи. Льготы не для всех. Коммерческие банки Грузии продлили отсрочку выплат по кредитам. И если с марта по май эту льготу получали все, то теперь только граждане, потерявшие официальную работу. Всем остальным, несмотря на то, что бизнес еще не начал функционировать, придется оплачивать долги, либо отдельно убеждать банки в необходимости отсрочки. Решение продлить льготный период для заемщиков еще на три месяца, то есть до конца августа, в правительстве приняли совместно с банками. Мы общались с представителями банков и приняли решение, что граждане, которые потеряли работу и которые от государства получают компенсацию в рамках антикризисного плана, им автоматически отсрочат кредиты еще на три месяца. Также граждане, у которых зарплата уменьшилась в период кризиса, смогут обратиться в банк за отсрочкой выплат по кредиту. По мнению макроэкономистов, такие краткосрочные уступки банков – важные шаги, которые полезны для долгосрочной стабильности страны. Однако отсрочка не означает полного прощения долгов. Накопленные за полгода проценты придется заплатить. Вообще программ помощи населению несколько. Но, как оказалось, даже в этом случае есть те, кто не попал никуда. Проблема здесь в том, что очень сложно отследить всех. Тех, кто потерял заработок из-за вот этой пандемии. И в этом случае у государства и у коммерционных банков все равно кто-то останется позади этих программ. Я думаю, здесь, несмотря на все усилия государства, были допущены ошибки в поиске этих людей и нацеливании этих программ. Я думаю, гораздо легче было бы сделать универсальную помощь для всего населения, за исключением богатых слоев. И эта помощь достигла бы всех. По оценкам правительства, из-за пандемии страна лишилась около 350 тысяч рабочих мест. Многие отрасли в сложной ситуации. И сейчас государство дополняет и расширяет программы помощи населению.